Но советские приемники ловились с 25 метров. Я занимался радиолюбительством и решил расширить свой диапазон. Не то, что я вот так уж старался настроиться на заморскую волну, просто захотелось доказать себе, что нет для меня пределов в эфире. И вот загорелись обе лампы моего прямого усиления с положительной обратной связью радиоприемника. Из динамика послышался мягкий космический шорох. Я стал продвигать филитовый сердечник вдоль колебательного контура и вдруг поймал сильнейший сигнал, принявший слова явно не межпланетного происхождения. Если бы Сусловы и Ильичевы были последовательными, я, советский школьник-пионер, член совета отряда, был озадачен. Товарищ Суслов, главный идеолог ЦК, товарищ Ильичев, главный редактор газеты «Правда», существовали в единственном экземпляре, и разве они могли быть непоследовательными. И все же главное впечатление было не в этом. Вышеупомянутый текст был произнесен каким-то озлобленным, лающим тоном с еле уловимым эмигрантским акцентом. И я бесповоротно понял, что эти вещатели мне не друзья. В начале 90-х наша интеллигенция увлеченно пилила суп, на котором сидела. Из научных городков на Манежную площадь приезжали демонстранты с плакатами «Кончай базар! Давай рынок!» Вскоре у них выстроилась очередь из кандидатов в науку, чтобы занять место в ларьке. Научные мероприятия совсем не проводились. Только через пять лет в Дубне каким-то чудом собралась конференция по применению проникающих излучений в разных науках. Поскольку денег ни у кого не было, все жили в студенческом общежитии. За нашим столиком в буфете один скромный товарищ из Пущино говорил, что со дня создания биологического центра у них в городе ежегодно сдавали по шесть домов, так что обеспечили бесплатным жильем 10 тысяч человек. А сейчас за шесть лет наконец-то достроили один дом, и в суде уже 70 дел по поводу жилплощади. На следующий день на пленарном заседании я был приятно удивлен, увидев, что наш непритязательный собеседник делает приглашенный доклад на тему структуры хроматина, загадочного ядерного белка, соединенного с ДНК. Он оказался звездой мирового класса в этой области. Когда я рассказал о всем этом своему сыну, восьмикласснику, он сказал, «Знаешь, папа, эта история напоминает стихотворение «Ленин и печник», но у тебя есть была роль не Ленина». Здорово. Ну вот, и слава. Да, ну-ка мы идем дальше. Да уж. Валерия Иш